Здравствуйте! В эфире программа «Специалисты о первичке». Меня зовут Татьяна Козырева. О том, как закончился 2014 год для строителей Санкт-Петербурга и какие события стали наиболее заметными, нам расскажет руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как для петербургских строителей прошел и закончился 2014 год? 2014 год можно назвать рекордным по ряду показателей, в том числе основные – это объем ввода. Он достиг уровня 3,2 млн кв.м. по Санкт-Петербургу. В Ленобласти было введено порядка 1,6 млн кв.м. А если говорить о объеме продаж, то это тоже были рекордные цифры. Свыше 5 млн кв.м. реализованы в Санкт-Петербурге и пригородной зоне. Эта цифра, в отличие от 2013 года, на порядка 32% выше. А какие масштабные проекты были завершены? Если говорить о полном завершении строительства каких-то комплексных или масштабных достаточно проектов, то были ряд проектов в районах Санкт-Петербурга завершены. Такие, как, например, «Аврора» в Невском, там свыше 100 тысяч. В Московском районе несколько проектов было завершено. Такие, как «Летний», «Голланд» и ряд других проектов. От 100 тысяч до 30 тысяч в общем комплекс представлял собой парадный квартал. Введен полностью элитный проект в центре города. Такие объекты, которые полностью закрыты сегодня по вводу. То есть завершено строительство полностью. На 2014-й был рекордным по вводу количество жилья не только для всей страны, но и для Петербурга. Можно ли говорить сейчас, что этого с лихвой хватит на 2015-й? Ну, если мы говорим, для чего хватит. То есть введенное жилье, это уже реализованное жилье. Если мы говорим о поддержании уровня объема продаж, то здесь больше надо говорить о строящихся объектах, которые сейчас активно строятся застройщиками. О выводе новых объектов. Это вот влияет. О вводе. Ну, мы говорим, если о 2015-м, то, конечно же, будут какие-то корректировки. Но, в принципе, объем ввода на 2015-й – это уже объекты, которые в активной стадии строительства. Либо уже ведется подготовка к сдаче. Кто наметил на первое полугодие сдачу. В принципе, больше это даже скажется ситуацией текущей, которая сейчас влияет на активность строителей по вводу через несколько лет. Потому что вывод будет играть роль, сколько будет выведено новых объектов, будет запущено в 2015-м году. Соответственно, ввод через 2,5 года может несколько снизиться. И все-таки мы сейчас говорим о 2014-м годе. Давайте проанализируем, как вели себя цены, спрос, предложения. Если говорить о этапах, первый квартал был активным с точки зрения спроса. Но во втором-третьем мы наблюдали некий спад, связанный с сезонностью в том числе. И в четвертом, конечно же, наблюдалась значительная активность. Она даже превысила активность первого квартала. Так вот, за четвертый квартал реализовано было рекордное количество квадратных метров – 1,6 миллионов квадратов. Для сравнения, 1,3 миллиона было реализовано в первом квартале. Безусловно, этот год не только связан с тем, что активно велось строительство, но и способствовал таким объемам. И тот ажиотаж, который создал ситуацию сегодняшней, влияющие факторы макроэкономические, ситуация с напряженностью покупателей и желанием вложить деньги. Потому что у нас менялся курс значительно рубля, к сожалению, ряд других факторов в конце года. Произошло повышение ставок по ипотеке. Конечно же, это все оказывало влияние. И многие покупатели, которые планировали чуть позже, возможно, совершить покупки, они, конечно же, поторопились и совершили эти вложения и покупки несколько раньше. В 2014 году мы достигли поэтому рекордных продаж. Если говорить о ценах, то по итогам 2014 года положительный прирост средней цены. Предложение в Санкт-Петербурге – это 11,4% рост, ну а по пригородной несколько ниже, на уровне 4,5% средний прирост цены. И таким образом мы достигли свыше 100 тысяч за метр 102 тысячи рублей. Средняя цена предложения в Санкт-Петербурге в массовом сегменте и порядка 74 в пригородной зоне, опять же, массовый сегмент. Но основное повышение, конечно же, произошло в декабре. Более 2,5-3% повышения средней цены, как реакция на текущую ситуацию, которая вызвана, опять же, воздействием ряда факторов. А сейчас эти цены, они продолжают расти или они стабильны? Сейчас можно отметить достаточно стабильность в ценах. Но мы понимаем, что стадия готовности, например, она все равно будет влиять. С повышением стадии готовности рост цен неизбежен. Если на нуле вкладывали, покупали квартиру с самыми низкими ценами, конечно же, если это уже будет середина строительства или увеличится какая-то активность строительства, то цены, как правило, повышаются. Что из событий в 2014 году на строительном рынке Петербурга вы бы особо отметили? Ну вот, подчеркну еще раз, что достигнут рекордные объемы. Рекордные объемы по вводу, рекордные объемы по объему спроса. И, конечно же, остальные показатели – это объем рынка, объем предложения. Объем рынка у нас 9,5 миллионов квадратных метров находится сейчас в предложении, то есть на стадии строительства, либо это уже там сданные дома, все, что находится в продаже. Ну а в предложении реально, что можно приобрести, это 4 миллиона. То есть цифры рекордные, безусловно. Активность застройщиков значительная, тоже рекордная. Побиты рекорды по выводу новых объектов. В 2014 году это опять порядка 5-6 миллионов квадратных метров по Санкт-Петербургу и пригородной зоне. Осваиваются новые территории, наверное, тоже как тренд такой, новые пригородные зоны. Не только, например, развиваются там Мурина и Кудрово, которые уже несколько лет в активной строительстве, там появились такие зоны, как Сердолова, Янина. С точки зрения покупателя, конечно же, это на перспективу, плюс и вот единая какая-то концепция. Это, конечно же, новые районы с новой инфраструктурой, ну и с привлекательными ценами на старте, безусловно. Спасибо большое, Ольга, за ваши ответы. А я напомню, моей гостью в студии сегодня была руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева. Субтитры подогнал «Симон»!